И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Науч-студии. Меня зовут Сергей Качан. Продолжаем. Итак, показываю твердотельный элемент. Твердотельный элемент абсолютно сухой. И сейчас посмотрим, какое же количество в нем напряжения. Я подсоединяю два щупа. И мы видим в районе одного вольта. Вольтаж тут же падает, так как сам по себе мультиметр частично потребляет. Так как здесь, скорее всего, какие-то микроамперы с этого устройства. Соединяю еще раз. Один вольт. Давайте, чтобы все было честно, я примотаю сюда провода. Вот они, провода. Вот они, провода отсюда. А то опять будет рассказывать, что там какие-то фейки. На моем канале фейков не было и не будет. Все занимаются только наукой. Так, чтобы было лучше видно. Вот 1,2 вольта. Оно, видимо, прыгает. А здесь ничего особенного ждать не нужно. Так как все-таки это твердотельный элемент. И ток здесь исчисляется в микроамперах. Там буквально 10 микроампер. 3 микроампер, не больше. Но, в любом случае, батарейка жизнеспособна. Вот. Значит, по такому же самому принципу... Если кто-то подумает, что там батарейки, батареек там нет. При желании могу разбить и показать, что внутри. Я сейчас второй элемент буду показывать и разбирать его на камеру. Значит, по такому же самому принципу... Вот сделана сборка. Здесь горит светодиод. Правда, видно его очень плохо, что он горит. Ну, видно, но очень-очень плохо. Сейчас я отнесу его непосредственно в тень, чтобы мы могли видеть более лучшие варианты. Сейчас, секунду. Здесь детененное место. Вот, видно, что он горит. Я надеюсь, видно. Вот. Снимаю все с одного дубля, как всегда. Ничего переделать не буду. Здесь у нас находится точно так же твердотельный элемент. А вот сборка. Ну, давайте я заодно покажу на светодиоде, сколько сейчас вольтаж. Здесь он очень маленький. 2,4 светодиод. Тускло, но горит. Вот. Полностью твердотельный. Изготовлен этот источник питания был полгода назад. Я его еще изготавливал осенью. Вот этот твердотельный элемент изготавливался вместе с этим элементом. Ему тоже полгода. То есть, он находился на полке и полностью высох до комнатно-сухого состояния. Это примерно 8-12% влажности. Ну, может быть, там 15% влажности. Не знаю. В общем, комнатно-сухой материал. Вот. И, значит, вот еще один элемент. Он состоит у нас здесь, значит, алюминий. Здесь медь намотана. Между ними мембрана. Вот. Ну, давайте мы посмотрим, сколько он выдаст нам. Разверну, чтобы было лучше видно. Вот. Зажимаем два щупа. Мы видим 0,4 вольта. Ну, и мультиметр на себя высаживает этот вольтаж. То есть, пытается его просадить. Здесь тоже ничего такого большого ждать нет смысла. Так как здесь какие-то микроамперы. Но имеет место быть в том, что это устройство работает. Ну, и давайте мы его все-таки разберем. Я тут подготовил, чтобы никто не говорил. Он тоже был полгода назад сделан. И воды там нет. Максимум вода, которая находится в воздухе. Не более того. Разбираю под камеру, чтобы потом не говорили, что здесь какие-то фейки. Я еще раз повторюсь. На моем канале фейков не было и не будет. Если вам нужны фейки, вечные двигатели, которые вам показывают в интернете, пожалуйста, есть специальные каналы, где их выпускают. Ну, и дурят людей. Люди хотят халявы. Ну, пускай получают у жуликов и мошенников. Таких каналов полно. Ну, каждый из вас эти каналы знает. Ну, тот, кто в теме. Тот, кто не в теме. Ребята, обязательно проверяйте то, что вы видите. Доверять никому в наше время нельзя. Только проверенным людям. Так, ну, почти разобрал уже. Значит, вот угольный материал, который вы видите, это электропроводная ткань. Сейчас вы все воочию сможете увидеть. Так. Вот я его практически размотал. Осталось чуть-чуть. Так. Скотчем было замотано, чтобы не касалось. Так. Ну, и разматываем. Их рвется. Вот. Разматываю, разматываю, разматываю. Вот. Дальше, вот, размотал. Вот. Угольный электропроводный материал. Здесь был скотч. Вот это салфетка обычная. Видите. Салфетка для рук. Ну, и дальше. Все. Здесь больше ничего нет. Дальше. Ну, давайте я еще скотч беру. Давно собирался его разобрать. Руки не доходили. Вот. Все. Дальше просто кусок алюминия. Вот. Ну, на всякий случай давайте я его... Скажите, там батарейка зашита. Это просто алюминий. Фольга алюминиевая. Так не разбирается. Давайте вдоль его разберу. Просто алюминий внутри. Вот. Значит, спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. С вами был Катчан Сергей Александрович. Науч. Студия. Спасибо за внимание. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.